Снова с вами я, Бурмистрова Наталья, и сегодня я вам буду рассказывать, что же вообще нужно выгоднее продавать в компании сетевой, либо не продавать. Сейчас очень много компаний, которые говорят, что продавать не надо, ЛТО делать не нужно личный, и я понимаю, что это компании даже продуктовые, у которых есть продукт, у которых есть каталог, и они, очень многие говорят о том, что бизнес без продаж, сетевой без продаж. Ну, как бы не сказать матом, да, они лукавят, потому что. Давайте я вам разберу на примерах. Ну, вот смотрите, есть каталог, да, и есть компании, в которых нужно делать личный товарооборот. Ну, вот в частности, в нашей компании, для того, чтобы компания тебе перечисляла доход, нужно делать личный товарооборот не менее 100 баллов. 100 баллов в нашей компании – это всего лишь навсего 4 тысячи рублей. Ну, что можно купить на 4 тысячи рублей? Ну, например, вот такой коллаген и вот такую туалетную воду. Все. Личный товарооборот в месяц выполнен. И, не, наврала. Чуть-чуть еще надо какой-нибудь живокост, например, вот такое взять. Я просто распаковку сейчас делала тут. Поэтому нету вокруг меня продукты компании. То есть те продукты, которые нужны каждый день. Ну, смотрите, очень глупо слышать и выглядит это со стороны. Если ты бизнесмен, ты открыл свой продуктовый магазин, ну, там, булочную или любой продуктовый магазин, и думаешь, блин, вот мне мороженое привезли поставщики, но вот оно какое-то не такое. Поеду я в соседний магазин и куплю его там. Или и колбаса у меня, и это у меня тоже не очень. И вот, ну, а шампунь-то вообще пойду куплю там другой. Да, и понятное дело, что есть такие продукты, которые в принципе можно купить и в другом месте. Ну, если ты пользуешься определенным шампунем, который, ну, разглаживает, и ты вот вообще не хочешь ничего менять и пробовать, да, в другой компании, понятно, что можно его купить там, где привычно, и там, где тебе кажется, что гораздо лучше. Но какие-то другие продукты, в принципе, можно купить и в своей компании, правда же? Ну, вот, например, я взялась и коллаген, да. Ну, естественно, что пептиды коллагена мне уже понравились, потому что этот продукт не первый раз мной куплен. Во-вторых, все продукты в продуктовых компаниях, ну, во многих продуктовых компаниях, они репотребляемые. То есть витаминки заканчиваются через месяц, и нужно пополнить свои запасы. Там витамин Д3, цинк, да, для того, чтобы лучше усваивался витамин Д3. То есть в любом случае нужно пополнить и пополнить и пополнить. В нашей компании, вот в частности в нашей компании, продажники, которые умеют очень хорошо продавать, они зарабатывают в 2 и в 3 раза выше, чем прописано это в премиальном плане. То есть по премиальному плану стоит сумма одна, там, допустим, от такой суммы, там, ну, от 20 до 30 тысяч. Но если это продажник, он на этом же самом уровне может зарабатывать и 50, и 60. То есть он умеет хорошо продавать, и у него доход гораздо-гораздо выше, чем написано в премиальном плане. И то же самое наоборот. Если человек совсем не умеет продавать, и он может только, блин, ну зачем, я только себе куплю, я никому ничего не буду рассказывать. Естественно, что у него зарплата может даже составлять ниже, чем написано в среднем, в премиальном плане. То есть всегда выигрывают продажники. Опять следующее возражение многих. Я не умею продавать. Как я буду продавать, если я вообще не умею это делать, и я это не хочу делать, и вообще-вообще, ну, для меня продажи – это что-то, и вот сверхъестественно, не буду я это делать. Опять же, возвращаемся к тому, что вообще, в принципе, любой человек умеет продавать, и он, любой человек, продает в своей жизни. Вот скажите, как может успешно работать человек там, в любом сетевом магазине, говоря, что я не умею продавать? То есть если я подхожу к работнику в сетевом магазине и спрашиваю, а вот этот продукт лучше или вот этот продукт лучше. Как вы думаете, продажник что скажет? Ну, естественно, тот, который дороже, тот лучше, правда? Ну, наверное. Кто-то скажет от души. Я вот этот продукт пробовала, и он мне показался даже лучше, чем вот этот продукт, который стоит дороже. То есть бывает так, что у производителей цена-то разная, и при одинаковом качестве цена на один и тот же продукт может различаться. И то есть бывает так, что продукт дороже будет как бы по качеству чуть ниже, у которых продукт чуть дешевле. Ну, и как бы вот в таком, если в плане размышлять, то все равно продажники выигрывают всегда. Всегда. Причем это такая наука, которой точно так же можно научиться, как и многому другому. То есть всегда можно обучиться, как правильно и красиво продавать, не навязываясь, не навязывая какой-то конкретный продукт. То есть я вот, например, даю информацию, продукт вот такой-такой, вот такого качества, берем-не берем. То есть человек сам решает, ему этот продукт нужен сегодня, или он о нем может вспомнить, что я о нем когда-то рассказывала через месяц, через два, но он эту информацию где-то слышал, и он вспоминает про меня, что он ее слышал. Хочу вернуться к тем компаниям сетевым, сейчас их очень большое количество, которые говорят о том, что у них нет продукта, и из-за того, что не надо вкладывать в личный товарооборот, ну, как бы очень много, многих людей эти компании привлекают. Но, смотрите, в продуктовой компании, в которой продукт репотребляемый, получается, человек возвращается за своей покупкой из месяца в месяц. То есть если ему продукт понравился, и он к нему проникся, да, всей душой, он начинает пробовать другие продукты, другие, другие. То есть какой-то свой процент при правильной подаче ты получаешь каждый месяц после приглашения человека и от его покупок. А там, где нет продукта, нужно приглашать каждый месяц новых людей. То есть если нет продукта, если человек не делает товарооборот никакой, да, то есть его еще нужно уговорить, сделать, ну, по карте покупку или там, ну, неважно, да, какая-то сетевая компания, но не продуктовая. Ну, в основном сейчас, да, продвигаются там какие-то биткоины, да, там какие-то с элементами сетевого карты, да, продвигая. Но опять, как каждый месяц человеку предложить воспользоваться услугами этой карты для того, чтобы вам получить доход с, ну, как бы, с этого человека. То есть следующий месяц нужно еще найти и оформить какие-то карты, следующий месяц еще, еще, еще. И получается, что это доход не растущий, а доход, ну, как бы, сделанный, ну, как бы, вы работаете за определенный доход. Вам ставят план и по этому плану, по выполнению этого плана, вам начисляется какой-то доход. Ну, я не вдавался, если честно, в подробности, но, скорее всего, это происходит именно так. Потому что нельзя человека замотивировать, чтобы он каждый раз делал какие-то операции, которые, ну, они может быть ему и выгодны. Но насколько выгодно и будут ли у него в данный момент там те средства, которыми он, которые, на которые он может эти, этот доход какой-то получить. То есть продукт всегда в компании играет решающую роль. Либо он классный и продает он сам себя. И не нужно уговаривать человека, что ты купи-купи, пойди, потому что он классный. То есть если человек попробовал и почувствовал, что он классный, то его не нужно уговаривать. Но у нас еще в прошлой компании всегда было, мы всегда смеялись. Когда у нас было какое-нибудь мероприятие оффлайн, то нам, ну, мы очень сложно приглашали людей на этот, ну, как бы зазывали на это мероприятие оффлайн. И когда люди приходили, собирались, у нас все очень классно происходило на этих мероприятиях. Мы там и рассказывали, ну, какие-то у нас такие общения были, и диалоги. И все было очень круто и классно. И когда уже, как бы мы уже устали и все рассказали, а люди не расходятся. А так вот и сейчас происходит. Я пытаюсь, первый раз, когда человеку приглашаю, там, и карту открываю, я рассказываю, смотри, вот такой продукт классный, вот такое, вот такое. А ты вот это попробуй, ты вот это попробуй. Ну, то есть человеку пытаюсь рассказать, но потом за уши не оттянешь от этого продукта. Ну, это такая аналогия. То есть первоначально человеку показать, что этот продукт классный, может быть, не всегда просто. Но зато, когда человек уже проникается к продукту, и он говорит, блин, а на самом деле, как классно помогает. Какие классные волосы стали, да. Блин, а какое классное лицо. Ну, и то есть всегда получается потом гораздо проще, чем сначала. Многие, конечно, спрашивают сами. Заходят и говорят, что, блин, так здорово, вы тут все рассказываете, у вас тут такая движуха, возьмите меня к себе. Бывает и так. Бывает по-другому. Но те, у кого больше всех вопросов и каких-то сомнений, и каких-то там, тем более, если вопросы каверзные, то это вообще самое интересное. Бороться с этими каверзными вопросами из таких людей получаются самые крутые партнеры, потому что они свои вопросы не держат при себе, а пытаются своим вопросом сказать, что да, мне интересно, но почему это именно так? Вот. Поэтому всех с каверзными вопросами жду в личке. Сегодня, завтра, послезавтра, прямо самые классные энергетические дни для того, чтобы уже вступить в команду уже в этом месяце, стартануть и шагать по всем рангам, премиальному плану, зарабатывать свои деньги и вообще очень-очень получить свою долю признания и уже поучаствовать во всех движухах нашей команды, а это и в денежных розыгрышах, а еще и вступить, кстати, прямо в программу лояльности «Постоянный клиент». Ну, короче, движух много, всех жду с распростертыми объятиями. Ссылочку, как обычно, оставлю под этим видео. И, пожалуйста, добро пожаловать в мою команду!